Всем привет ребят, с вами Игорек и в этом видео я расскажу вам о самых актуальных раздачах игр за прошедшую неделю. Вы узнаете в какие игры сейчас можно поиграть совершенно бесплатно в стиме, что можно забрать навсегда, а также чем порадовал нас Эпигеймс на этот раз. Ну и про другие площадки с халявой тоже расскажу. Но перед тем как мы начнем, хочу разыграть среди вас две крутые игрушки, а именно Raft и Don't Starve Together. Для того чтобы принять участие, тебе нужно просто поставить лайк под это видео, подписаться на мой канал и написать любой креативный комментарий. Итоги я подведу в следующем выпуске с халявой, но при условии если это видео наберет минимум 2500 лайков, что для вас я думаю не проблема. Ну а что касаемо победителей из прошлого выпуска, то их я покажу в конце видео, так что смотрите его до конца и узнаете кто же победил. Ну а если ты хочешь побеждать всегда и везде, то рекомендую сыграть в безумный онлайн экшен Кроссаут. Во-первых она бесплатная, что для нас с вами идеально подходит, правда? Во-вторых вас ожидает лютый экшен на крутых бронемобилях, которые ты сможешь собрать как душе угодно. Вот например недавно появилась новая фракция скитальцы, благодаря их технологиям в игре теперь еще больше деталей. Можно прокачать свою рейдерскую тачку, копиной трамвая и отвалом поезда, новыми дроповиками, пулеметами и гранатометами, или же установить силовые барьеры и генераторы невидимости, что однозначно повысит ваши шансы на поле битвы. Сражайся сам или в команде и ищи миссии на глобальной карте, побеждай и получай ресурсы для улучшения машин. Уничтожай других игроков, побеждай боссов, проходи рейды или сюжетное задание. Ну а если бесконечные войны тебе надоели, то можешь построить свой парк аттракционов. Качай красаут совершенно бесплатно по ссылке в описании и получай крутые бонусы. Ну а мы переходим к первой на сегодня халяве. Белорусская студия Visor Games объявила о проведении открытого бета-тестирования PvP-экшена Blood of Heroes. Поэтому любой желающий сможет вместе с друзьями или в одиночку погрузиться в темный фэнтезийный мир и показать свой скилл в сражении против других игроков. В ОБТ вам будет доступно 6 игровых персонажей на выбор, с уникальными способностями и оружием. А сыграть можно будет в двух режимах, дуэльный и командный. Среди особенностей игры разработчики выделяют глубокую, уникальную и интуитивно понятную боевую систему с десятками нюансов и разнообразием боевых механик. От стойкости до магических способностей. Многие наверняка скажут, что это подобие For Honor, но я все же рекомендую опробовать игру. Может быть вам понравится. Для этого потребуется пройти регистрацию на официальном сайте игры, после чего вроде как должны выдать доступ. Ну а также хочу напомнить, что в спортивной Аркадии Райдерс Репаблик от Юбисофт до 28 августа пройдет открытый бета-тест. В игре вам предстоит заниматься различными экстремальными видами спорта. На горных велосипедах, лыжах, сноубордах, вингсьютах и многом другом. Опробовать игру можно на консолях и ПК. Как я и обещал, на 50 тысяч подписчиков на моем канале будет проведен розыгрыш. Поэтому, если тебе не пришло уведомление или же ты просто новенький на моем канале, то обязательно прими участие. Видео будет по подсказке сверху. На данный момент нам, конечно, не хватает еще около 500 человек к этой отметке, но думаю, к моменту подведения итогов мы уже наберем 50к. Что касаемо призов, то там множество разных игр. Чтобы осталась интрига, думаю, посмотрите уже сами. На днях сайт SteamDB объявил, что Battlefield 5 будет раздаваться в Steam на одну секунду. Что, как минимум, звучит странно и глупо. Но все же многие в это поверили и надеялись урвать игру на халяву. Чуть позже сайт, конечно, подправил эту новость и предположил, что это будет просто бесплатные выходные. Так, в принципе, оно и оказалось. Правда, вот сыграть можно всего лишь два дня. Поэтому особо не расстраивайтесь, если вам прям так сильно хочется поиграть в эту игру. Напомню, что ее можно забрать совершенно бесплатно в Amazon Gaming. Только вот подпишите, так как акция закончится уже 31 августа. В описании под видео вы найдете два способа получения ключика к этой игре. Но если у вас залежалось лишних 350 рублей, то можете раскошелиться и купить игру в Steam по 90% скидке. Также в Steam стала временно бесплатная игра под названием Scam, которая представляет собой многопользовательский симулятор выживания с открытым миром, построенный на графическом движке Unreal Engine 4. В игре есть ногота, система кастомизации персонажа, крафт, снаряжение, а также PvP-события. Действия игры разворачиваются во вселенной, где группу заключенных высадили на остров, чтобы они боролись за свою жизнь. Сыграть в Scam можно будет до 30 августа 20.00 по МСК. С 2018 года игра находится в стадии раннего доступа, и за это время она получила почти 50 тысяч отзывов от пользователей, 73% которых оказались положительными. Поэтому если игра вам понравится, ее можно купить по 50% скидке за 450 рублей. Разработчики из студии Ovalcat Games объявили, что их ролевая игра Pathfinder Kingmaker станет временно бесплатной в Steam до 29 августа 20.00 по МСК. Действия этой игры разворачиваются в украденных землях, известных поклонникам настольных ролевых игр Pathfinder. Во время прохождения игроки встретят знакомых персонажей и посетят классические локации. Опасные враги и неожиданные сюжетные повороты тоже прилагаются. Помимо этого, до 31 августа RPG можно будет купить со скидкой 50% за 217 рублей. Теперь немного новостей для мобильных халявщиков. 25 августа состоялся релиз мобильного экшен-рпг под названием Marvel Future Revolution. Скачать игру можно в Play Market или App Store, она полностью бесплатная. Ну если не учитывать наверняка какой-то донат внутри игры. В общем, в ней вам будет доступно на выбор 8 игровых персонажей. Железный Человек, Доктор Стрэндж, Звездный Лорд, Шторм, Капитан Америка, Капитан Марвел, Человек-паук и Черная Вдова. Сыграть можно будет как в одиночную кампанию, так и в различные многопользовательские режимы, где могут происходить PvP-битвы или PvE-сражения против известных боссов из франшизы Marvel. Если кто скачает и поиграет, напишите в комментариях как вам, будет интересно почитать. В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача сразу двух игр. Первая из них это головоломка и менеджер ресурсов Автомашеф, где мы исполняем роль дизайнера автоматизированных ресторанов. В наши задачи входит соответствующая настройка машин и необходимость программировать автоматы, таким образом, чтобы они работали максимально эффективно. Решайте замысловатые головоломки о пространстве, управлении ресурсами и проявляйте находчивость в самых разных сценариях. Кроме того, в Автомашеф есть несколько режимов игры. Можно проходить уровни кампаний, развиваться в деловом мире в режиме контрактов или сыграть в свое удовольствие в тестовом режиме песочницы. Ну а следующая раздвоемая игра для многих стала приятной неожиданностью. Так как после анонса новости о перезапуске Saints Row на церемонии открытия Gamescom 2021 нам решили сделать подарочек в виде раздачи Saints Row в 3 ремастерят, что очень круто. В ремастере рассказывается история о противостоянии банды святых и криминальной империи Синдикат. Сюжетную составляющую и геймплей разработчики оставили без изменений, а вот графику полностью переделали. В ремастер входит не только основная игра, но и 3 расширения, а также свыше 30 мелких дополнений. Забрать эти две игры в свою библиотеку можно до 2 сентября. А что касаемо следующей игры в раздаче, то это будет платформер метровиданий Yogus Island Express. Поэтому звони в колокол, чтобы не пропустить эту и другую халяву. Ну а я тем временем проведу интерактив, где тебе нужно просто оставить комментарий под этим видео с припиской интерактив и в нем ответить на вопрос. Роль какого персонажа вы бы хотели сыграть в кино и почему. Итоги я подойду уже в следующем видео, где я выберу трех счастливчиков, которые получат от меня случайный ключ Steam. Вот, кстати, победители из прошлого интерактива. Если ты увидел себя, то свяжись со мной через любую статью для получения своего приза. В Steam за последнее время вышло несколько интересных бесплатных игр, поэтому давайте вкратце про них расскажу. Peblito Rock'n'Roll 3D-платформер, где маленький камешек путешествует по вулкану. Разработчики заявляют, что они вдохновлялись играми эпохи 90-х годов. Super Animal Royale 2D-игра, относящаяся к королевским битвам, в которые могут сойтись до 64-х игроков. Можно сыграть в одиночку или в отряде до 4-х человек. Ранее игра была доступна в раннем доступе, за время которого она получила свыше 17 тысяч положительных отзывов. Сейчас ее рейтинг составляет 94%. 9to5-шутер от первого лица, в котором, по словам разработчика, акцент сделал на тактику и командную работу. Сейчас проект находится в раннем доступе, а его действия разворачиваются в недалеком будущем, в котором мир полностью захватили корпорации. В игре доступны 3 команды и 9 наемников на выбор. Но сразу хочу вас предупредить, что первые отзывы от геймеров, мягко говоря, не очень. Анархия World's Love Prologue. Игра представляет собой раннюю альфа-версию полноценной игры, которая выйдет в четвертом квартале этого года. Игра относится к сингл-плеерным RPG-шутерам с открытым миром, но, по словам разработчика, в ней также есть возможность соревноваться с друзьями или со случайными людьми. Также до первого сентября в Steam раздают аркаду с препятствиями. Называется она Will Glove The Wisp, которую игроки почему-то называют симулятором сперматозоида. Поэтому забирайте этот камп в свою библиотеку. Ну а также, если ты хочешь заполучить в свою коллекцию из Steam множество разных игр, то советую сайт Lootboy, где за специальную валюту можно открывать наборы игр. Я как раз-таки накопил 100 бриллиантов, поэтому решил открыть этот набор, откуда мне выпала вот такая вот игра. Она, конечно, 2012 года, но стоит 129 рублей. И в ней есть карточки Steam, которые уже можно продать на торговой площадке Steam и получить несколько шекелей на свой баланс. В общем, ссылку на обзор этого сайта я оставил в описании, поэтому обязательно посмотрите. Ну а на этом моменте видео подошло к концу. Надеюсь, оно вам понравилось и вы выполнили свою библиотеку игр на несколько крутых проектов. Обязательно поддержите это видео своим царским лайком и друзьям расскажите, чтобы истинных халявчиков становилось все больше. А что касаемо моего розыгрыша на Human Fall Flat и Tekken 7, то эти игры выиграли следующие ребята. Если ты увидел свой аккаунт, то свяжись со мной в течение 48 часов. А с вами, как обычно, был Игорек. Желаю всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok